не заварится мало воды думала хватит на двух петухов не хватит ребят я чё сижу и думаю может мне козу купить я со вчерашнего дня решают вопросы думаю может правда козы не хватает без головы без мозгов хочет как мог у кур в спине есть отрата мозга который им позволяет вот жить без головы по вкусу сатрил курицы там объясняют под спине вот если вы слышали эту историю дорогие зрители я не верю вы верить что курица сколько 21 день может жить без головы по моему все мухи и осы какие там были все послетелись на моих кур и я ушла в летнюю кухню дощипывать их сказать честно переварила я никогда не завариваю кур кипятком недавно посмотрела видео между прочим диана строго она как раз рассказывал что щипает кур крутым кипятком заваривает у меня не получается у они всегда все всегда получаются перешпаренные то же самое получилось в этот раз хорошо что я все делаю делаю на рагу ощипываю петушков на рагу петушки прям такие вполне приличные будем делать рагу в печке с овощами с молодой картошечкой между прочим я себе ищу соседей мало того что я хочу купить козу еще я ищу себе соседей чтобы вы не удивлялись на чё это она вдруг у меня соседи продают дом и просили сказать что если кто-то хочет переехать в волгоградскую область туда где живу я то их дом идет на продажу дом хороший я видел как устроился ночи ма не делали это для себя сейчас обстоятельства изменились они уезжают вот дом саманный это значит теплый у нас из бревен дома холодно у нас из бревен у нас край степной а саманные дома классные теплые я сейчас поставлю небольшой обзор пожалуйста покупайте будьте соседями а после этого вернемся поговорим про козу мы заходим в дом и здесь нас ждет вот такой большой коридор в принципе здесь когда дом строился это все рассчитывалось под то что здесь будут комнаты то есть если в ту дверь в которую мы зашли если там пристроить веранду то это это комнаты это саманные стены толщиной это же саманные стены да вот это вот толщиной я видел как они строятся сантиметров 30 наверное штукатурены 40 видеть вот он сама ну то есть этот дом на самом деле очень теплый вот эту часть дома нужно доделывать на можно так оставить кухня с водой газ привозной но можно привить провести котельная котельная ванну стиральная машинка заходи окошечко он котел пока отапливать электрическим или в дровином дрова либо электричеством идем в обратную сторону ну то есть как бы вот эта часть но надо требует доделки не доделывали потому что нам просто не нужно было их двое чую так дом огромный для двоих так сюда заходим здесь прохладно здесь ничего вообще не требуется делать вообще ничего здесь сколько метров зал метров 40 наверное 40 40 квадратных метров зал гляньте здесь 4 на 10 до представляете 9 с чем-то на 4 здесь прохладно конечно не глядь на то что у нас жара я же говорю саманные стены окна пластиковые спальня вот пожалуйста здесь заходи и живи делать вообще ничего не надо потолки потолки эти вот панели такие окно пластиковое это на солнечную сторону выходит на юг отопление паровое того котла который показали вот он 40 метровый зал то есть его в принципе можно разгородить на две комнаты свободно кому охота выходят тоже на солнечную сторону вот окна и вот еще одна спальня такая же абсолютно как то вот тоже заходи и живи здесь потолок вот такой двери ну то есть вот так выглядит дом а до полы здесь между прочим здесь полы теплые здесь полы засыпные то есть под пол здесь ничего нет никакие у никакого не погреба ничего я сама лично была свидетелем как засыпали вот такой домик пойдемте посмотрим что там на улице при доме вот такой огородик участок кстати говоря вот этот соседний вот участок тоже продается вот отмостка смотрите асфальт это такая отмостка идет вокруг всего дом если вы здесь посадить сделать веранду как я говорю посадить виноград а сколько вообще площади общее дома 20 в длину и насколько еще 20 200 200 метров дом это на про участок говорит я тебе продам площади спрашиваю 101 квадрат так ну вот а здесь огород вот это сарай смысле это не сара это погреб погреб м хороший у них давай погреб сверху мастерская а вот там погреб там отлично все в общем в общем я туда не полезу значит камеру покушу как грохнется она у меня будет прикол 250 банок ложная и место еще свободное остается так мы туда не полезем оттуда прям холодно вода туда не замерзает ничего видишь шланги идет домой вода оттуда в общем вот так а что ой он блоками выложен так что погреб шикарный у нас здесь воды нет у тебя была хоть раз вода весной вода поднимался нет ни грамма вата не бывает у нас воды здесь то есть нас не топит весной это сад смотрите здесь абрикосы такие крупнющие вообще очень крупный абрикос здесь деревьев вообще всяких полно вон еще мелкие какие-то абрикосы два дерева так это у нас черешня вишня вот там мой дом в общем тут полно деревьев всяких вон еще какие-то абрикос яблони яблони но и сюда их видите цыплят всяких упустили яблони 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 он слива вижу сливу да ну в общем смотрите сколько деревьев вообще не счастливое количество и птиц горит оставляют в придачу вот здесь сарай сарайчики такие для птицы здесь курочки живут летние до по породам с индюшками тут овник вот здесь у них зимние сараи между прочим один сарай самановый кур вообще шикарный как красивущие смотрите вот саманный сарайчик а я вижу ага тут теплые сарайчики для цыплят специальности в вот видите то есть птицу здесь держать можно легко вот специально очень построен у нас вот так строят курятники низенький тепленький с окошечком все дела ну приветы бройлеры вон там коровий сарай коровы вон там летний в общем здесь вот так все вон там у них еще и такой сарай индюшатник он с белыми дверьми там на квартиру людей пускают те которые в теплице здесь несут сани я стану гнездах здесь индюшка выводила мест не было их 20 штук куда куда я ну да вывела хорошо цыплят бройлерных резал уже вот такой дом по соседству продается я же решаю свои собственные проблемы и я вот думаю дорогие товарищи может мне козу купить не не ну правда я во первых не знаю как мы все это с коровами распределим после но после некоторых событий когда все знают что у меня муж заболел вот я не знаю как мы будем зимовать как мы будем косить сено и я подумала раз уж раз уж я буду делать сыр может на самом деле необходима коза мало того я не просто подумала я вчера пошла до авито и посмотрела сколько стоит у нас молочные козы чрезвычайно породистых животных у нас не продают но может быть потому что у нас вообще молочные козы как бы в области не в части на самом деле серьезно говорю вот и у нас продают процентные козы я смотря в мубийских честно говоря в молочных породах козах я как бы особо не разбираюсь никогда не было у меня такого увлечения козьего вот и в общем я вспомнила что хвалят нубийских коз потому что у них вкусное жирное молоко я смотрела нубийских коз вот и у нас я не знаю конечно насколько они соответствуют описанию в общем можно купить козу от 7 до 10 тысяч для сравнения я зашла на авито на объявление средней полосы но там породистые козы и что-то я так поняла с английскими кровями заканчиваются потолок цен заканчивается где-то в размере 150 тысяч но это даже хорошо за 150 тысяч коза мне точно абсолютно не нужна коза у нас была когда мы когда она была 18 лет назад когда у меня родился первый ребенок вот мы коров у нас тогда вообще в помине не было я даже не думал что мы будем держать коров у меня была коза катя то есть дайте я умею я не помню сколько она давала вот в упор не помню сейчас спросите не помню я помню доила молоко было нормально с такой знаете не было запаху молока был какой-то такой вот послевкусие скажем так но и вот и вот я как бы сейчас всерьез рассматриваю вариант насчет покупки козы не зря заговорила потому что потому что здесь у нас мы уже делаем стеллаж вот смотрите о сколько помещений смотрите какое ну классно мы его сегодня мы его сегодня я его сегодня докрасила стены поставили стеллаж тот который я собирала сама ну супруг за меня конечно собирал сказал что я все абсолютно сделал неправильно собрали столик собрали еще один столик здесь нет еще нормального света другую лампочку надо сюда но еще смотрите по моим планам по моим планам вот здесь на этом стеллаже у меня будет стоять майсера варни на этом я не знаю что а вот здесь будет такой треугольный 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 стеллаж куда я буду ставить сыры то есть чтобы они тут не ковырялись не мешались в общем как-то это так будет можно прикрутили полку ну то есть вот здесь по моим расчетам как раз над ванной здесь будут у меня ну например форма стекать либо что-то еще такое мокрая вот здесь ванна вам не видно сейчас вот здесь ванна краны вода еще не подведена вот здесь надо докрасить здесь лежала какая-то не смогла подобраться сейчас выключу камеру и вот здесь докрашу в общем вот как то так вот здесь будет стоять нержавеющий стол между прочим столы из нержавейки идут с покрытием его надо отрывать сразу я сделал ошибку не оторвала сейчас будут с отрывом сложности вместе со всеми столами я выписал еще вот такой нержавеющий противень ну просто на всякий случай например сюда можно поставить сыр и до либо вот на эти стеллаж но и знали на ванну мало чего еще у меня есть одна нержавеющая полка она еще не собрана будет вот здесь стоять вот на этой деревянной стене где я возможно буду что-то писать перед сыроварной у нас есть вот такой еще предбанник но я показывать его пока не буду потому что там завалили его всяким хламом ну вот смотрите это вот здесь стеллаж а я тебе говорю криво у меня голоса алмаз она вот еще вертолетом пошли кошкам у нас сегодня лафа вы же видели я зарезала двух петухов зарубил двух петухов сейчас буду готовить в печке наверно сделаю лапшу домашнюю и какой-нибудь такой рогу кошки таскают ноги не очень-то они едят куриные ноги но с голодухи можно пруд мой весь зарос тиной смотрите зеленый я думаю что граблями вытащить вот здесь рогоз красивый да вот такой рогозик вырос сам себе здесь пьют осы и пчелы причем интересно что осы не тонут а пчелы могут утонуть а у вас как на лапах держится на пруду цветник мой весь зарос пока я ездила и засох и я сейчас усиленно поливаю иду к абрикосам усыпанные абрикосы усыпанные я пыталась это облегчить веткам тяжесть но они совсем еще зеленые куда будем делать компот варить варенье в этом году с абрикосами нам просто повезло пока суть до дела все это время я хожу все это время у меня работает мотор потому что у нас без мотора нельзя моторе имеет насос который сосет воду из-под земли и который все у нас поливает розы отцвели обрезать надо все это произошло буквально ну буквально очень быстро вот этот цветник нужно поливать лилейник расцвел колокольчики посохли быстро все происходит я же говорю пока меня не было вон там тот пруд который я вам показывала ночью вот так выглядит мой огородик огородный я хочу вам показать вид который имеется у меня в душе то есть когда вот здесь я принимаю душ смотрите на что я смотрю вот на такие яблоки приятного вышел из душа сорвал яблоко вышел из душа сорвал виноградик туда просочился дальше там смородина душ как бы у нас недоделанный но мне вообще нравится как у нас получилось вполне симпатично вот такой дворик и бархатцы к месту когда травку покосим а что-то так быстро растет у нас прям быстрее чем я за ней ухаживаю а это вот видите на огороде валяются коробки от столов вот там ведро с пером я поставил то что я шла вспомнил что нужно заснять яблони поставила ведро а коробки это из-под вот этих нержавеющих столов и ветер вчера разнес сейчас дети уберут я иду к задней части двора здесь мы жжем мусор стоит наш старая машина полно вишен пленка китайская тачка и сюда буду высыпать перья так как мы теперь платим за вывоз мусора то то мы теперь иногда выбрасываем мусор в баке который поставил на наш сельсовет я иду и думаю наверное я вам уже наснимал на 10 минут который мне необходим чтобы поставить две рекламные паузы потому что дорогие зрители пожалуйста смотрите рекламу вы вспомните я собираюсь купить козу а для того чтобы купить козу надо чтобы надо чтобы шел доход от просмотра рекламы так что призываю всех не пропускать вы же хотите чтобы вашего любимого блогера была коза вот только осталось мне решить вопрос вам вообще нужно нафиг или нет я нашла непрокрашенные места пока не заделали надо докрасить краска у меня моющиеся в водоэмульсион или какая-нибудь интерьерная влагостойкая короче говоря так вот про козу я говорю про козу когда я вчера влазила по авито обратила внимание почем у нас сено сено 15 килограммовый тюк у нас продают 75 рублей но по любому козу легче продать прокормить чем корову кроме того говорят у них вкусный такой сыр ни разу не ела ни разу не ела в общем все кисточка не выдерживает напряжение начали волоски вываливаться есть еще одно но между тем время у нас уже наверное третий час надо сделать перерыв на обед отмыть ручки загрузить вам видео что там упало не выдержала что-то там свалилась загрузить видео и потом идти в конце концов готовить печку то я еще не топила и про козу мы кстати говоря так и не разобрались пожалуйста пишите в комментариях козоводы я для чего вообще все это затеяла там пишут про процентное содержание вот это вот нубийской крови что ли ну пишут процентная козочка там 75 процентов нубийская чуть значит не надо это подозреваю конечно чуть значит но точно не знаю поэтому пожалуйста жду на самом деле жду советов отказоводов кто мог подумать